ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА День Республики 2015. Что ждет жителей Чувашии в этом году? Вперед на Северный полюс. Участники проекта Арктика 2015 вновь собираются в путь. Истинные патриоты. В Чебокстарах состоялся слет военных династий Чувашии. В Чувашии готовятся к празднованию Дня Республики. Программа мероприятия обсуждалась сегодня на заседании Организационного комитета под председательством премьер-министра Чувашии Ивана Маторина. Подробности в нашем сюжете. В перечне традиционных мероприятий Чебоксарский экономический форум, межрегиональная выставка региона сотрудничества без границ и международный фестиваль фейерверков. Об этом рассказала членам Оргкомитета, исполняющей обязанности министра экономического развития Чувашии Ольга Ланцова. Сейчас ведутся последние переговоры и согласования. Яркими событиями станут всероссийский конкурс «Русь-мастеровая» и фестиваль народного творчества «Родники России». О подготовке к ним рассказал исполняющий обязанности министр культуры Чувашии Татьяна Казакова. Фестиваль проходит при поддержке и финансировании Министерства культуры Российской Федерации. Татьяна Казакова рассказала о том, что в национальном празднике Акатуй будут представлены 13 регионов России, а это свыше 4000 участников. Центральной площадкой всех мероприятий станут Чебоксары. В городе уже ведутся работы по благоустройству центральных улиц и залива. На Чебоксарской набережной будут установлены новые питьевые фонтанчики, увеличится количество скамеек и установлены автоматы для кормокомбления лебедей. В этом году закуплены новые пары лебедей, в том числе пары черных. На центральных городских улицах будут установлены указатели главных городских достопримечательностей, размещены поздравительные баннеры на русском и чувашском языках. В планах организаторов – проведение детского Акатуя в парке 500-летия Чебоксары. Второй площадкой празднования станет Канажский район. В программе запланировано проведение спортивных и культурных мероприятий, а также выставка сельскохозяйственной техники «День поля-2015». Александр Гаврилов, Сергей Рябчиков, «Республика». С 1 по 10 мая закроют для движения Марпасадское шоссе в столице республики. Там пройдут масштабные работы по расширению дорожного полотна и переносу коммуникаций. Сегодня подрядные организации собрались на месте предстоящих работ, чтобы рассказать журналистам, почему водителям придется искать пути объезда. С 1 мая здесь начнется масштабная реконструкция. Работу будут вестись и под землей, и на земле, и в воздухе. Специалисты Чебоксарского водоканала начнут работы по переносу перекладки действующей водопроводной сети методом горизонтального бурения. В максимально сжатые сроки, не стесняя и не сжимая других застройщиков и подрядчиков, чтобы быстрее проложить, как говорится, трубопровод, уйти с этого участка и потом вести работы по переключению. В это же время начнутся работы по созданию ливневой канализации. Будет уложено почти 2 километра сетей. В укладке ливневой канализации, общий объем ливневой канализации, километр 700, будет проложена новая система с водоотводом, которая будет обеспечивать более эффективный отвод воды с проезжей части. Кроме того, планируется расширить проезжую часть на участке длиной 700 метров. Шоссе станет шире на две полосы, обустроят разделительное ограждение. А рядом с остановкой общественного транспорта «Текстильмаш» начнется строительство наземного пешеходного перехода. Александр Гаврилов, Алена Алтухова, Расиль Мухаммедов, Республика. Участники проекта «Арктика-2015» вновь собираются в путь. В ближайшее время будет дан старт очередной экспедиции на Северный полюс. Сегодня в общественной палате прошло заседание оргкомитета, в котором приняли участие представители Чувашской республики. Чем запомнится первая полярная поездка и какие планы вынашивают организаторы экспедиции, передает наш корреспондент Дмитрий Ковалев. Именно здесь, в общественной палате, еще в начале марта дали старт грандиозному проекту «Арктика-2015» и собрали вместе флаги всех регионов страны, чтобы потом доставить их на Северный полюс. Спустя полтора месяца организаторы подводят итоги этой поездки. Заседание провел известный телеведущий, председатель правления экологического движения «Живая планета» Николай Дроздов. Итак, первый этап высокоширотной полярной экспедиции успешно завершен. Флаги всех 85 субъектов страны, а также их столиц достигли самого северного российского поселения Баренцбург. Организаторы проекта не случайно стремились добраться именно сюда. Этот город расположен на острове Шпицберген. В годы войны солдаты вермахта могли создать здесь военную базу для контроля над заполярьем. Это посоздавало большую угрозу для кораблей, которые следовали в Мурманск по Северному ледовитому океану. Отстоять архипелаг удалось. В честь его освободителей в Баренцбург доставили специальные лампады с огнем Победы, которые были зажжены в Москве на Поклонной горе. Нас встречали очень здорово. Во-первых, где мы были, не только жители острова, но и жители нашего российского города. Встречали все, вплоть до детей, до маленьких. Все вышли и удивились такому мощному показу наших российских флагов на их земле. Наше государство в очередной раз заявило о том, что мы сильная, мощная держава, которая не везде, в любом регионе себя позиционирует как суверенное, мощное государство со всеми своими приоритетами. Сегодня представителям региона в Москве вручали дипломы и памятные медали, но еще в начале апреля на острове Шпицберген состоялся международный арктический форум. Именно здесь подвели итоги конкурса достижений регионов и городов. Видеопрезентация Чувашии заслужила самых высоких оценок. Республика была удостоена приза зрительских симпатий. Почетные награды вручили герою России Николаю Гаврилову и полномочному представителю региона Леониду Волкову. Данный проект имеет более широкое значение, чем только установка флагов. Данный проект осуществляется в рамках празднования 70-летия победы с одной стороны, во-вторых, в рамках проекта «Живая планета». Устойчивое развитие всего человечества возможно только тогда, когда будут достигнут консенсус в треугольнике общества, природа и человек без ущемления интересов одного из этих трех субъектов. И стратегическая задача всего человечества – это сохранение живой природы. Ну а в рамках второго этапа проекта на Северном полюсе развернут 100-метровые триколоры и флаги всех субъектов страны. Уже в июне полотна доставят в Москву, чтобы провести на Поклонной горе масштабный парад. Все эти проекты посвящены 70-летию Великой Победы. Организаторы подчеркивают, что именно так они отдают дань ветеранам. И сегодня в общественную палату пригласили участников войны. Наша съемочная группа встретила здесь уроженца Чуваши, полковника в отставке Алексея Трофимовича Трофимова. И закончил войну уже на территории Польши у Балтийского моря. Наша дивизия участвовала в окружении немецких войск под Калининградом, Кенигсбергом. И после этого меня защищали, после окончания войны, защищали кадры советской армии. В ближайшее время на Поклонной горе в Москве члены движения «Живая планета» планируют заложить березовую рощу героев России. Всего здесь посадят 70 деревьев в честь покорителей Арктики и участников Великой Отечественной войны. А уже в декабре в Москве появится большой комплекс флагштоков всех регионов страны. Медрик Ковалев и Андрей Шоклев, Республика из Москвы. К 70-летию Победы в Чебоксарах состоялся слет военных династий Чувашии. На встрече с теми, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству, побывала и наша съемочная группа. В этом зале собрались истинные патриоты. Семьи, которые знают, помнят и чтят историю своего рода. На слет были приглашены семь военных династий, причем некоторые ведут счет родственников офицеров еще со времен царской армии. Низкий вам поклон. Спасибо вам за то, что вы стойко, мужественно, героически защищали нашу войну. Защищали Чувашию, защищали город Чебоксары и каждого из нас. Спасибо вам за то, что мы имеем мирное небо над головой. У каждой династии своя судьба. Чьи-то деды были командирами авиационного звена, чьи-то просто рядовыми. Они любили свое отечество зачастую ценой собственной жизни. Мне, конечно, очень трудно говорить, потому что, так как мы дети войны, наши погибали дяди, другие родные. Вот все это, как вспоминаю, конечно, слезы текут, что и говорить. По дине матери, значит, Ионов, платон, сержант, зенитная артиллерия, погиб в деревне Пешки, Солнечногорского района, в армии Рокоссовского, при очень сильном налете бомбежки. Ионов Иван воевал в Молдавии, танкист, погиб, сгорел в танке. Сегодня много говорят о патриотизме, о преемственности поколений. Эти семь династий сохранили память о своих предках. А ведь, как известно, люди живы до тех пор, пока о них помнят. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика. Государственная Дума Российской Федерации приняла постановление об амнистии к 70-летию Победы. В ее рамках в Чувашии могут быть освобождены около 450 осужденных граждан. Под амнистию попадут заключенные, совершившие преступление небольшой или средней тяжести, лица которых имеют определенные заслуги перед государством. Военнослужащие, участники боевых действий в Чечне, в Афганистане и в других странах, сотрудники органов внутренних дел. Возможность досрочного освобождения получат несовершеннолетние. Мужчины и женщины старше 55 и 50 лет соответственно. Инвалиды первой и второй группы. Онкобольные, третьей и четвертой стадии и больные открытой формы туберкулеза. На сегодня пока освобожденных нет, но они могут быть освобождены немедленно, скажем, завтрашнего дня, если будут представлены материалы начальниками колоний, и они утверждаются, будут прокурором по надзору за исполнение закона Чувашской спублики. Постановление об амнистии к 70-летию победы будет действовать в течение шести месяцев. Как отмечают сотрудники прокуратуры Чувашии, амнистия не коснется особо опасных рецидивистов, лиц, осужденных за убийство, терроризм, взяточничество и другие тяжкие преступления. Татьяна Леонтьева, Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. В Чебоксарах завершили расследование в отношении двух молодых людей, которые пытались ввести на территорию республики 100 граммов спайса. Они обвиняются в попытке незаконного сбыта наркотических средств. По данным Пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии, в ночь с 4 на 5 июня 2014 года в городе Ночбоксарске сотрудники УФСКН России по Чувашии остановили автомобиль, в котором находились обвиняемые. В ходе обследования салона машины в нем было обнаружено и изъято около 100 граммов спайса. Злоумышленники приобрели его у неизвестного им лица в Казани и, забрав из расположенного там тайника, везли в город Чебоксары для последующего сбыта. Кроме того, по версии следствия, 18-летний обвиняемый уже в одиночку еще 6 раз пытался сбыть более 7 граммов спайса, осуществляя закладки в тайниках, расположенных в различных местах в городе Чебоксары, и предлагая его приобрести в интернет-чатах. Однако реализовать задуманное до конца он не смог, поскольку указанные наркотики были изъяты сотрудниками правоохранительных органов в рамках проводившихся оперативно-розыскных мероприятий. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Московский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу. В Чебоксарах открылась новая подстанция скорой медицинской помощи. Она расположилась на улице Гагарина в спальном районе, и добираться по вызовам будет гораздо быстрее. На новой подстанции побывала наша съемочная группа. Много лет врачам, фельдшерам и водителям автомашин подстанции Калининского района скорой помощи приходилось ютиться на первом этаже одного из жилых домов, что вызывало неудобства в работе. Выезды в любое время дня и ночи, шум – такое соседство вовсе не радовало и жильцов. Теперь об этих проблемах можно забыть. Наконец-то это наше свое личное здание. Оно отделенное от жителей района. Потом у нас здесь выезд, обратите внимание, мы сразу выезжаем на кольцо, сразу на центральную дорогу. У нас своя парковочная станция. Благодаря удобному расположению подстанции сократится время прибытия бригад скорой помощи на вызовы. Не забыли и о медработниках. В новом здании есть не только отдельная диспетчерская, но и комната отдыха, кухня и душевая. Плюсы для пациентов в первую очередь – это доест машин скорой помощи, это первый плюс. А второе – сотрудник, который квалифицированно отдыхает, он же становится добрым. Он приезжает на вызов улыбающийся, у него все хорошо, он знает прекрасно, что он с вызова приедет в нормальные бытовые условия, отдохнет и с хорошим настроением поедет на следующий вызов. Улучшение условий труда и отдыха медицинских работников, хорошие выездные пути и транспортная развязка – все в целом дает положительный результат. Как отмечают в Минздраве, жители Калининского района получат качественную и своевременную скорую медицинскую помощь. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. В Доме дружбы народов в Казани прошел финал республиканского конкурса чувашской рекрутской песни. Фестиваль посвящен 70-летию Великой Победы. Не растерять давние традиции – вот главная задача конкурса. С этими песнями провожали на фронт и встречали победу. Их с давних времен называют рекрутскими. Много веков они передавались из поколения в поколение. На Руси мужчины служили в армии 25 лет. Уходили и не знали, вернуться ли. Это придавало песням особую грусть, душевность и трагичность. Солдаты всегда помнили их мотивы и знали, что их ждут и помнят. Конкурс рекрутской песни прошел в первый раз, но судя по количеству участников, интерес к нему немалый. В итоговом концерте выступили 300 человек и 14 вокальных коллективов. Среди них и дети, и молодежь, и представители старшего поколения. Это говорит о том, что во многих селах традиция петь рекрутские песни, провожая в армию, сохранилась до сих пор. Для многих участие в конкурсе – это вовсе не желание занять призовые места. Главное – сохранить традиции народа, успеть передать их молодому поколению. И этот конкурс далеко не последний. Обладателем гран-при конкурса стал фольклорный ансамбль «Хаваз» из села Акереева Черемшанского района, которому организаторы вручили тульскую гармонь ручной работы. В Чувашии на территории Чебоксары Батревского района введен особый противопожарный режим. В Столице он действует с 25 апреля по 15 мая, а в Батревском районе – до особого распоряжения. Сотрудники МЧС России просят жителей соблюдать правила и требования пожарной безопасности. Нарушение грозит крупными штрафами. Всего с начала года пожарные республики 81 раз выезжали на тушение сухой травы. Таким был вторник глазами корреспондентов национального телевидения Чувашии. Я Ольга Панова с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения. Редактор субтитров А.Семкин